Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Кравцев Сергей. И сегодня хотелось бы поговорить с вами вот о какой вещи. У меня где-то в комментариях прозвучал вопрос, и вообще сейчас всем интересно, зачем же многие мужчины красят себе ногти, кто-то красит себе даже губы, не знаю, вставляет в руки импланты какие-нибудь, может быть, не вставляет. Но, в общем, так или иначе модернизируют свою, так скажем, изначально внешность, заданную мужскую, модернизируют ее подженскую. Почему так происходит? Дело в том, что, соответственно, чаще всего речь заходит не о гомосексуализме, как многие думают, то есть это не попытка, соответственно, соответствовать другому гендеру, то есть это не половые расстройства, это не нарушение гендерной идентификации. Чаще всего так поступают истерики, чтобы привлечь к себе внимание. И так как весь шоу-бизнес у нас достаточно истероидный, да, и мы видим такие проявления сейчас все чаще и чаще. То же самое делают и девушки. Просто мы уже настолько в современном мире привыкли к девочкам-истеричкам, что они могут выглядеть, ну, совершенно по-разному, накачивать себе там попы огромные силиконом, не знаю, вставлять какие-то тоже импланты и прочее. Ну, вот к девочкам-фрикам мы как-то то ли с запада это веяние, мы уже привыкли. А к мужчинам-фрикам, да, мы еще не привыкли, это еще работает, поэтому сейчас в каком-то смысле они на таком хайпе, на таком тренде, да, что все обсуждают их ногти, волосы и так далее. Конечно, как и в случае со всей истерией, нужно понимать, что подобное проявление вообще в целом стратегии, да, поведенческой в плане того, что эффективно это или неэффективно, рано или поздно у конкретного человека способы, да, привлечения внимания заканчиваются, самые хайповые, самые острые, за счет которых он, соответственно, как бы, как сказать, наилучшим образом рекламировался, рекламировал, может быть, даже свой продукт, себя, да, свои какие-то треки, песни. И, соответственно, всегда в такой истероидной стратегии поведения встает вопрос, что дальше, что я буду делать дальше, когда это закончится. Но, как правило, более-менее умные истерики уже успевают заработать денег, ну, какой-то фундамент для себя построить, но, конечно же, заигрываясь в эти игры и влезая в эти роли, да, и когда основная масса людей окружающих начинает тебя воспринимать, ну, как несколько такого специфического, странного, может быть, человека, да, это влияет и на самих истериков. То есть у них уже самая идентификация, повторюсь, не пола, а просто себя отсутствует. То есть они очень часто теряют эту идентификацию, то есть когда он делает, там, накрасил ногти, ответа нет, он еще что-то сделал, еще что-то сделал, а ответа все равно нет. И здесь мы видим развитие вот этих вот истерий, да, когда люди начинают громче кричать, начинают вот это вот увеличивать, вот это вот давление, да, на социум с целью отжать у социума вот это внимание. Поэтому, дорогие друзья, если вы видите, что кто-то накрасился, там, губы, щеки, еще что-то, не обращайте особо сильно на это внимания, и не будет вам вот этой вот пропаганды для молодежи, о которой все там пишут, переживают за молодежь. Я думаю, что после 90-х мы прекрасно пережили вообще все плохие примеры, которые только можно быть, как-то выжили, да, наше поколение выжило. Поэтому за современную молодежь можно вообще не бояться. Истерики, которые их окружают, в принципе, достаточно безобидные ребята. Дорогие друзья, с вами был Кравцев Сергей. Подписывайтесь на канал. Я жду вас на своих онлайн-консультациях. И да пребудет с вами здоровье! Субтитры подогнал «Симон»!